Мы начинаем, Макс, встречайте. Продолжение следует. Всем доброе утро. Спасибо, кто пришел сегодня сюда в такую ненастную погоду. Я понимаю, что последние пару недель очень многие болеют. Я не исключение. Вчера я простыл, поэтому, надеюсь, моя гнусавость не сильно испортит то, как я буду излагать некие свои мысли. В общем, я предлагаю начать. Мой доклад называется «Business Development as a K to Success». Может быть, кто был на прошлых медитейшнах, знает, что я не особо люблю технические доклады. В силу того, что я не до конца понимаю, как можно рассказывать о библиотеке почти час. Для этого есть GitHub. В общем, я люблю толкать различные темы на тему того, как можно заимпровить свои скиллы, заимпровить свои качества как разработчик, как инженера и все около того. Собственно, обо мне. Я являюсь румер-разработчиком. Последнее время я занимаю должность Team Lead в компании DataArt. И также я из Харькова и выступал, получается, это моя шестая, Room Meditation. Какие-то из них доклады были хорошие, какие-то не очень. Судить не мне. Но, в общем, как-то так. В общем, предлагаю начать. Почему на русском? Не так давно в одном из Telegram-чатов, связанных с Ruby, проскочила очень интересная мысль на тему того, почему мы делаем слайды на английском, хотя аудитория всегда русскоязычная. Я подумал, почему бы и нет. Почему бы не сделать слайды на русском? Так будет проще мне изложить и вам понять. В общем, поговорим о как-то таковом бизнес-девелопменте. Что это такое, с чем его едят, зачем он вообще нужен, и зачем он нужен конкретно инженеру, рядовому обычному бойцу невидимого фронта. В общем, что такое, собственно говоря, бизнес-девелопмент? Логично, что это что-то, что развивает бизнес. Скорее всего, вам нужно будет носить костюм, потому что в названии должности есть слово «бизнес». Вполне вероятно, что сын маминой подруги будет бизнес-девелопером, так как звучит это, опять-таки, очень круто с словом «бизнес». Если есть разработчики, значит, есть и вакансии. То есть можно теоретически пойти туда джунном. Это то, что возникает в головах у многих людей при слове «бизнес-девелопмент». Зачастую это в корне неверно, хотя общая тенденция того, что это должно развивать бизнес, это так. Есть куча разных диаграмм на тему того, как строится бизнес-девелопмент, что это вообще такое, как с ним работать. Есть такая диаграмма. Есть такая диаграмма. Есть такая диаграмма. Кстати, довольно интересно, если кто разбирается, очень полезно. Но, собственно говоря, по факту это все вместе как-то так. Просто-напросто потому, что обычному рядовому сотруднику, инженеру, разработчику это не особо важно, так как это проникает в более высокие уровни менеджмента. Этим должны заниматься специальные обученные люди, которые имеют возможность улучшить бизнес с помощью чего-либо. И вот мой доклад будет, собственно говоря, о том, как, не внедряясь во все аспекты этого ремесла, увеличить свою полезность в проекте, в продукте, в бизнесе в целом и сослыть довольно продвинутым чуваком. У меня что-то с кликером. Дайте мне секундочку, я переключусь на айфон. Дайте мне секундочку. Дайте мне секундочку. В общем, продолжим с этого замечательного слайда. Собственно говоря, давайте разберемся с тем, что вообще такое бизнес-девелопмент и для чего нужен на пальцах. Собственно говоря, бизнес-девелопмент, как и очередная модная ерунда, в современном мире подразумевает под собой кучу разных вещей, о которых никто не знает. То есть найти какого-то бизнес-девелопера вакууме практически невозможно, потому что в каждой компании, в каждой отрасли под это попадают свои критерии отбора и набор задач, которые человек должен выполнять как бизнес-девелопер. Но есть нечто общее у этого всего. В частности, это создание задач и процессов для развития бизнеса изнутри. Это человек, который должен уметь видеть, уметь предугадывать различные поведения топ-менеджмента, каких-то внутренних процессов для того, чтобы оптимизировать бизнес в целом. Также всегда входит развитие отношений снаружи бизнеса. То есть это то, что мы называем софт-скилами, коммуникацией и так далее. Это то, что человек должен находить различные способы взаимодействия со сторонними компаниями, с конкурентами, может создавать какие-то партнерские сети. Это все об этом. Одно из самых важных – это создание долгосрочных ценностей для бизнеса, используя заказчика в рынке, взаимоотношения, связи и подобные штуки. То есть основная задача бизнес-девелопера – построить некий, даже скорее не процесс, скорее какую-то идеологию, которая поможет бизнесу остаться на плаву, развиться. И это будет работать только при соблюдении вот этой вот идеологии. Ну и опять-таки, в принципе, все эти рекомендации, они не имеют никакого отношения к размеру или типу бизнеса. Они везде применимы. Единственное только то, что для малого бизнеса зачастую нет возможности выделить отдельного человека для занятия подобными вещами. Собственно говоря, кто такой бизнес-девелопер? Тот, кто ищет новое решение, рынки и ниши. То, как я сказал в предыдущем слайде, этот человек должен заниматься развитием, взаимоотношениями на рынке и с другими компаниями. Также он может указывать различным менеджерам и управляющему звену на какие-то плохие, хорошие идеи, которые могут бизнес поднять, а могут его и утопить. Опять-таки он должен определять слабые места текущего бизнеса. Это не означает, что он будет нести за это какую-то ответственность. Просто он должен понимать, что к чему. Опять-таки он носит костюм, и это сын маминой подруги. Собственно говоря, кто я такой? Я не бизнес-девелопер. Я не имею никакого отношения к задачам подобного рода. Я не ношу костюм. Но я хочу рассказать о некоторых вещах, которые можно внедрять в повседневной жизни, в повседневной работе, которые будут откликаться в этой идеологии и помогать всем вокруг вас, включая вас тоже. Собственно говоря, для чего это все? Я бы хотел рассказать, как можно взаимодействовать с вашим… назовем это бизнес. Все это бизнес. Собственно говоря, это может быть ваша компания, где вы работаете, ваш заказчик непосредственный. Это может быть какой-нибудь аутстав. То есть, в принципе, это все, в чем вы находитесь, с чем вы взаимодействуете и где вы приносите какую-то пользу, можно назвать зоной вашего бизнеса. Посоветую, чего избегать в общении с такими людьми, которые занимаются разработкой бизнеса, в частности бизнес-девелоперы, которые ходят и дают всем советы. И также самое главное – помочь инженерам понять, как можно поднять свою эффективность, опираясь на все то, что я скажу. Ну, кроме новой какашки, хотя кто знает. Собственно, начинаем. Если что, это не инструкция к действию. Вы все будете делать на свой страх и риск. Я не соню никакой ответственности за это. И опять-таки, это всего лишь некий итог моего опыта, за последние несколько лет в тесной работе с различными заказчиками в качестве тимлида и не более того. Это даже скорее набор наблюдений. В общем, в общении с людьми можно узнать много нового. Допустим, в общении с вашими заказчиками, с вашими коллегами, допустим, с вашей стороны, с вашей стороны компании, или если это отстав со стороны вашего заказчика. И в частности, что полезно было бы узнать? Всегда нужно интересоваться общей диалогией бизнеса. К сожалению, довольно многие разработчики пренебрегают тем, что они упускают из виду основную идеологию бизнеса, из-за этого страдает качество. Потому что, допустим, это может быть какая-нибудь доставка еды. Если человек не понимает абсолютно ничего в логистике, ему будет довольно тяжело справляться с задачами, направленными на решение проблем бизнеса. Опять-таки, хорошо знать культурные ценности. Культурные ценности можно подчеркнуть откуда угодно. В некоторых компаниях это происходит на этапе анбординга, когда тебе дают какую-то бумажку, написано «вот наши ценности, выучено завтра». Есть компании, где это некий дух, который негласный, и его нужно через себя пропускать, и только тогда ты его поймешь. Также неплохо бы интересоваться информацией о финансовых делах на текущий период времени, потому что это влияет на перспективу вашей работы завтра на этой позиции, это влияет на работу вашей компании в целом, и тоже полезно оперировать такими данными для того, чтобы оставаться на плаву и знать, когда нужно восстановить свое резюме. Неплохо динамить… Динамить. Изучать динамику состава команды, потому что если команда имеет большую текучку, зачастую это говорит о том, что не до конца налажены бизнес-процессы и не до конца отлажены роли в команде. Зачастую, когда команда сформирована, работает довольно долгое время в одном составе, это означает, что заполнены все роли в команде. Если один человек туда уходит, будут искать, скорее всего, человека с похожей ролью на это же место. То есть, понимая эту ситуацию, вы всегда можете предугадать, какие риски потери какого сотрудника несет для команды в целом. Среднюю загрузку команды тоже неплохо было бы знать, потому что довольно часто возникают ситуации, когда фидбэки от заказчиков прилетают не самые адекватные, не самые полные, не самые очевидные. И глядя на загрузку команды, можно понять, возможно, заказчик чем-то недоволен, и он дает часть загрузки другим людям, на это тоже можно опираться. Опять-таки, нужно собирать отзывы о работе коллег. Ключевое слово отзывы, то есть фидбэк, а не сплетни. Отзывы, которые собираются на курилке, это отзывы не всегда лестные, и зачастую они не приносят ничего полезного. Инсайды. Наверное, это самая главная вещь, которую можно узнать в процессе адаптирования своей карьеры к реалиям вашего места работы. Это инсайды. Собственно говоря, очень многие важные вопросы решаются на курилке. Это довольно распространенный, не то чтобы миф, но зачастую действительно бывают такие ситуации, когда на курилке можно узнать много чего нового от людей, которые занимают высшестоящую позицию в какой-либо иерархии вашей компании. Как бы все богом не клялись, что у нас плоская иерархия, все равно есть люди, которые чуть-чуть выше вас. И зачастую вот с такими людьми очень полезно, курить не полезно, полезно общаться, поскольку, допустим, в рамках курилки некого замкнутого пространства стираются любые грани в плане иерархии, и зачастую можно узнать много интересной информации от таких людей. Опять-таки замечание, что курение вредит вам, вашему коню. В общем, что нужно узнавать внутри команды, какую информацию нужно собирать в обязательном порядке. Нужно понимать краткосрочные и долгосрочные планы вашего бизнеса. Вы должны понимать, какие планы у финансового дела через год, какие планы у вашего менеджмента через полгода, чтобы вы могли с этой информацией жить, и вы могли ее обрабатывать так, как нужно вам. Извиняюсь. Опять-таки очень важно понимать краткосрочные перспективы идей, над которыми работаете конкретно вы. Узловно говоря, если вы не понимаете то, зачем вы делаете текущую свою задачу, она может длиться как и день, так и месяц, так и полгода, то тогда вы теряете ценность как сотрудник, потому что вы делаете бездумное решение. Это решение должно приносить пользу для бизнеса, и, соответственно, нужно вдумываться в то, что лежит под этой задачей, в саму бизнес-логику. Опять-таки очень полезно собирать фидбэки, как вашей команды в целом, так и ваш личный, потому что зачастую очень многие люди грешат тем, что не дают фидбэков. Это очень плохой опыт, фидбэки нужны всем, и их нужно выпрашивать. К сожалению, так случается, зачастую это так и работает, и, собственно говоря, фидбэк поможет оставаться вам более консистентным внутри своей команды, внутри того, чем вы занимаетесь, и фидбэк желательно получать развернутый и более-менее официальный. Опять-таки у каждой команды есть некая средняя производительность, так называемая velocity. И в идеале хорошо бы знать, насколько вы сильно от нее отклоняетесь и в какую сторону. Если вы отклоняетесь от нее в положительную сторону, то есть ваша продуктивность выше, вам нечего бояться, условно говоря. Если она ниже, то стоит задуматься. Опять-таки зачастую многие команды мониторят velocity всей команды в целом, но далеко не каждый задумывается о том, какая velocity конкретно у него. Есть всякие KPI коэффициенты, все остальное, это все хорошо, но если человек является слабым звеном в команде, то в случае каких-либо непровидных обстоятельств он будет первым кандидатом на исключение этой команды. Опять-таки очень полезно знать о перспективных должностях и позициях в компании в команде, потому что зачастую бывают ситуации, когда человек узнает первым о том, что уходит некий человек, стоящий выше него подобности, допустим, уходит их директор какой-нибудь, и человек, который эту информацию получил раньше, у него будет времени больше подготовиться для того, чтобы возможно попытаться занять эту позицию, соответственно, такая получается игра на опережение. То есть все вот эти пункты нужно аккумулировать постоянно, чтобы иметь общую картину понимания того, что происходит с бизнесом в целом и какой частью этого бизнеса вы являетесь. Собственно говоря, какие-то это всего плюсы. Зачем все это я рассказываю? Всегда можно подстелить соломку. Если знать про все риски и понимать, куда идет ваша команда, куда идет ваш заказчик, возможно, это информация о новых раундах инвестиций или, наоборот, о раунде, который не смогли освоить. Это все влияет на вас в конечном результате, так как вы являетесь последней инстанцией, условно говоря, рабочей силы, которая в итоге может пострадать из-за этого. Полезно понимать информацию для упрощения себе жизни. Опять-таки, как я и говорил, можно подать свою кандидатуру на более лучшую должность. И опять-таки, вся эта информация сводная, которая будет у вас, она вам позволит сделать это более деликатно, более аккуратно и, возможно, даже более своевременно. Опять-таки, с помощью этого всего вы можете управлять своей производительностью. Допустим, вы понимаете, что вы начинаете выгорать. Есть куча терминов для всего этого. Возможно, у вас какая-то депрессия. Если вы понимаете, что вы находитесь выше черты средней производительности вашей команды, вы всегда можете немножко сбавить обороты и при этом остаться в строю. Опять-таки, если вы находитесь ниже этой планки, то нет времени грустить. Опять-таки, всегда можно показывать себя как внимательного человека, который знает, что делать, потому что любой владелец бизнеса, любой продуктовнер, все люди, которые занимаются развитием идеи бизнеса стартапа, они все заинтересованы в том, чтобы люди были объединены одной идеей. И зачастую с набором этой информации довольно легко сделать так, что вы всегда будете в теме разговора, вы всегда сможете поддержать какую-то беседу, всегда сможете дать какие-то возможности, свои советы со стороны, будь то какие-то риски, будь то какие-то идеи для улучшения, вы всегда будете оставаться в позитивном ключе по отношению к людям, которые управляют этим бизнесом. Опять-таки, вы можете менять приоритеты своих задач. Допустим, вы можете понимать, что некие задачи сейчас было бы сделать бизнесу выгоднее. И в целом это будет только плюсом для вас, потому что вас будут оценивать как раз по вашим решениям. Ваши советы будут учитываться, и ваше экспертное мнение будет всегда расти в глазах людей, стоящих над вами. Опять-таки, с помощью этого всего можно углубиться в область консалтинга, что на самом деле для многих довольно интересно. Я замечаю в последнее время, что очень многие люди, уставшие от программирования или уставшие от своей занимаемой должности, часто идут в консалтинг. Консалтинг не обязательно должен быть с вашим именем на вывеске, а-ля IT-консалтинг от Васи Иванова. Консалтинг может быть внутри проекта, внутри компании, где угодно. То есть это некое оплачиваемое время, которое вы тратите на то, что вы делитесь своим опытом. Многим людям это становится интересно со временем, поэтому опять-таки вся эта информация поможет стать более организованным в плане своих знаний. И опять-таки, имея более высокую экспертную оценку вас как специалиста, вы сможете с большей вероятностью стать консультантом. И опять-таки, заслужить авторитет и право на экспертизу. Если вы вникаете в проливы бизнеса, если вы имеете некую сводную информацию об этом всем, к вам будут прислушиваться. На самом деле это очень важно, потому что есть люди, которые сидят, бездумно пишут код, не думая ни о чем, кроме кода. Какие-то новые паттерны, библиотеки, ICJS, там вообще библиотека в день выходит. И, собственно говоря, нужно оставаться человеком, который решает проливы бизнеса. Поскольку бизнес – это деньги, все заинтересованы в деньгах, в частности, ваш заказчик 100%, потому что он уже к вам с этим пришел, он хочет заработать денег с вашей помощью. И вы эту помощь можете ему оказать с помощью нехитрых наблюдений. Опять-таки, что будет, если всего этого не делать? Как показывает мой личный опыт наблюдения, примерно треть разработчиков современных, к сожалению, не учитывают вообще, не то чтобы вообще, они никак не погружаются в идею бизнес-логики, бизнес-процесса всего проекта, продукта, какого-то начинания. И из-за этого возникают некоторые проблемы, начиная от минимальных негативных фидбэков и консернов, заканчивая увольнениями. Ну, увольнениями не в смысле, там, ты плохой программист, уходи отсюда, а в смысле, нам с вами не по пути, у нас с вами разные диалоги. В общем, задачи будут переоткрываться снова и снова. Если человек не знает конечную цель задачи, которую он делает, если он не знает проблему, которую он должен решить с помощью этой задачи, он ее будет очень долго делать. И в этом вся проблема, потому что задачи будут переоткрываться так с продюсером регулярно, поскольку задача не будет завершена. И это как вгоняет в ступор как и вашего лайн-менеджера условного, так и у вас самих, потому что вы не можете понять, чего от вас хотят. Опять-таки, фидбэк будет неполным и неточным. Чтобы фидбэк был максимально точным, нужно понять свою роль внутри команды, в которой вы работаете. Это очень важно, поскольку, если вы этого не понимаете, фидбэк может получиться размытым. Вы всегда можете отнести список условных претензий или пожеланий к вашей работе, отнести к тому, что вот, зная свое положение в команде, я понимаю, что мой менеджер хочет, чтобы я сместился на какую-то некую другую роль. И вот в контексте этого фидбэк будет более полным и всегда можно на него более адекватно среагировать. Опять-таки, то, что я сказал, качество кода рекомендует будет ниже. Просто-напросто потому, что задачи будут приоткрываться кучу раз, это все будет кучу раз переделываться, в итоге придет какой-нибудь Вася, который понимает идею вашего бизнеса и перепишет заново за два дня, а вы останетесь не у дел. Авторитет к вашему спиртному мнению будет снижаться. Это логично. Если человек, который работает условно над продуктом, занимается его разработкой и развитием, начинает совершать действия, которые приносят только убытки продукту или какие-то непродуктивные решения, это сразу понизит ваш авторитет в глазах менеджеров и всех людей, которые занимаются коммуницированием с вами. Ну, в общем, всех, с кем вы общаетесь внутри бизнеса, они все будут условно подстанетельно занижать свою оценку о вас. И опять-таки самое печальное, вы будете терять ценность для бизнеса, потому что научиться программировать на самом деле в современном мире это не настолько тяжело, чтобы найти первую работу, а вот знания, которыми вы владеете, зачастую это знания довольно узкоспециализированные по какой-либо узкой технологии, по какой-нибудь доменной области. Это могут быть разные виды бизнеса, разные практики, начиная от глубоко медицинских вещей, заканчивая какими-то разработками железа. Это все очень ценно для бизнеса, поскольку вы этими знаниями обладаете. Если вы не вникаете в область того, чем вы занимаетесь, вы теряете себя как ценность для бизнеса. С кем выгодно общаться на подобные темы и с кого выгодно собирать фидбэки, вообще узнавать сводную информацию и вообще от кого можно получать более-менее достоверную информацию по тому, о чем я рассказал. В частности, очень хорошим примером является Product Owner. Он есть не во всех компаниях, не во всех командах, но зачастую это человек, который как раз владеет сводкой текущего среза по бизнесу, и он может дать более-менее адекватные оценки, более-менее адекватные риски, и опять-таки эта информация будет уже для вас сформирована и получается саккумулирована. То есть это на самом деле один из лучших способов получить подобную информацию. Также человек, расставляющий задачи. Он называется в разных командах по-разному. Это и таск-продюсеры, это может быть роль проект-менеджера. В больших командах этого есть вообще отдельные люди. Иногда занимаются скром-мастеры. Но суть в том, что этот человек тоже примерно в курсе того, что происходит. И даже если он не знает какого-то прошлого или текущего среза, он всегда знает план на будущее. Он всегда знает преднед задачи, которые стоят в бэклоге, и он всегда может вам подсказать, какие есть идеи бизнеса и что они будут делать дальше. Это тоже вам поможет проанализировать ситуацию. Опять-таки бизнес-аналитики и финансовый департамент. Это люди, которые владеют более… В частности, бизнес-аналитики владеют более теоретической информацией. Они собирают информацию с самого начала. Как показывает практика, далеко не всегда в больших компаниях бизнес-аналитики ведут проект до конца. Из-за этого они, возможно, теряют некие изменения, происходящие в проекте со временем. Но в целом для понятия общих бизнес-идей вашего продукта, проекта, полезно с ними тоже пообщаться. Опять-таки финансовый отдел. Финансовый отдел зачастую – это довольно суровые люди, которые считают деньги. Причем деньги и ваши, и наши, и всех сразу. И они зачастую имеют более сухие цифры, которые, возможно, ничего вам не скажут, но хотя бы зная их динамику, вы можете примерно понять, все ли хорошо, или все ли все плохо. И как бы я не знаю… Нет, я вру. Я знаю двух людей, которые могут спокойно зайти в финансовый отдел и спросить сводку по проекту. Все остальные либо боятся, либо их просто туда не пустят. Но если у вас есть такая возможность, вы счастливчик, пользуйтесь. Опять-таки всегда, всегда, все времена работало противление, такая вещь, как эскалация. И в частности, этот случай тоже не исключение. Всегда можно пойти к кому-то, кто немножко выше, чем ваш текущий лайн-менеджер. Поскольку, опять-таки, он владеет более свободной информацией, если у вас не получается получить ее от своего менеджера, с которым вы общаетесь, там условно три раза в неделю, всегда можно пойти к более высокому по уровню ответственности человеку и сказать ему, вот, мол, так и так, я заинтересован в развитии продукта, проекта, хотя бы с тобой посоветоваться. И зачастую такие люди очень активно идут на контакт, поскольку они видят в вас, опять-таки, ту же самую ценность для бизнеса. Они заинтересованы в том, чтобы вы владели информацию, которая сможет помочь клиенту как-то улучшить состояние бизнеса и дел в целом. Ну и опять-таки, это те люди, которые могут вам рассказать что-то интересное без ущерба для бизнеса. Вот этим всем я понимаю тех людей, которые, допустим, это могут быть HR-менеджеры, они владеют некой сводкой по проектам в целом, по кадровым вопросам. Они могут вам рассказать о будущих планах найма, о различных вариациях перестановок в командах и всего подобного. То есть, в принципе, люди, это те люди, которые владеют информацией более общей, но она может как-то скоррелировать то, что у вас уже есть. И опять-таки, о чем нельзя общаться для получения подобной информации? Это многие из этих вещей, которые… Не так много, но почти из этих вещей, которые я описал, я видел как-то в моих глазах люди задавали подобные вопросы и получали не то, что негативный ответ или не получали ответ вовсе, они получали еще нагоняя из-за этого, потому что зачастую такие вопросы люди взлят. И если мы пытаемся расположить себе какого-либо специалиста, расположить его к себе, чтобы получить информацию, эти вопросы зачастую вызовут только агрессию. Ну или другие эмоции. В частности, нельзя общаться о финансах напрямую. Кроме тех случаев, когда вы финансист. Это логично. Потому что бизнес не особо любит делиться внутри информации о финансах, поскольку у них есть грандиозные планы, у них всегда есть идея. То есть, с вами поделятся максимум какими-то публичными сводками того, что происходит, допустим, в вашем стартапе, какие раунды инвестиций мы привлекли, какие хотим привлечь. Эта информация практически вся есть в общедоступном доступе зачастую. И получить финансовый отчет, скажем так, на руки напрямую, вряд ли получится. Опять-таки, можно вызвать этим всем некую долю цинизма, потому что мы же сидим за идею, никто не думает о деньгах. Мы все пришли сюда работать за идею. Опять-таки, нельзя обсуждать чьи-либо личные качества или внешность. Если вас просят дать какую-либо оценку человеку как специалисту, или разговор заходит в какую-то стезию, мол, ты знаешь там Петю? Петя вот там такой-то плохой. Нельзя говорить, да, Петя плохой. Надо сказать, я считаю, что это его не самое лучшее качество, но мы с нечем проработать. То есть нельзя идти на прямой конфликт и кого-либо оскорблять, просто-напросто потому, что опять-таки многие люди могут счесть вас за качество, если не сплетника, то как минимум такого лицемерного человека. Даже если вы являетесь таким человеком, лучше этого не показывать. Опять-таки, нельзя говорить о бизнесе в негативном ключе. Зачастую многие стартапы, особенно западные, привлекают различных happiness менеджеров, customer happiness менеджеров. В общем, этих менеджеров там столько, что счастливы должны быть все вокруг, но не все счастливы. И, учитывая это все, говорить с кем-то из управления бизнесом о том, что ваш бизнес плохой или мне вот в вашем бизнесе не нравится то-то, то-то, и говорить об этом негативно зачастую вызывает опять-таки бурную реакцию. Да вот у нас 20 happiness менеджеров. Как ты можешь такое говорить? То есть опять-таки это может испортить все ваши планы. Опять-таки, нельзя принижать чей-либо вклад, кроме случая, если вопрос был задан напрямую. Если вас спрашивают, условно говоря, допустим, тот же самый Петя. Петя накосячил. Это так? Да, Петя накосячил. Петя слабый разработчик? Да, Петя слабый разработчик. Если вас спрашивают, что думаешь про Петю, и вы начнете на Петю гнать, что Петя там вообще сломал все и вся, то опять-таки это не всегда будет воспринято позитивно. Это не такие важные вещи, как, допустим, обсуждать финансы и негативные ключи в бизнесе, но у многих людей тоже может вызвать не самые положительные эмоции. Опять-таки, не стоит жаловаться на ситуацию в команде, бизнесе или стране, потому что все мы люди, у каждого есть свои какие-то предубеждения, свои какие-то приоритеты, и это не стоит вплетать в работу, потому что всегда для этого есть некие сабантуйчики после работы, некие тимбилдинги, там все это можно обсуждать спокойно. Когда вы поддаты и обсуждаете с коллегой ситуацию в стране, это нормально. Когда вы приходите к начальнику и говорите, в стране задница, давайте что-то делать, то как бы вас не поймут. И опять-таки для всяких жалоб есть зачастую HR-отдел. В многих компаниях, где действительно большие комплексные HR-отделы, они всегда готовы вас выслушать, дать какой-то совет. Если вы чем-то недовольны, проще сходить к ним, потому что они умеют с этим работать. Они вам скажут, да, да, все плохо, но ты держись, мы эту проблему решим. Это будет лучше, чем вам дадут по голове какой-нибудь delivery manager, кто-нибудь еще. Поэтому как бы вот такой совет. В общем, итог того, что я хотел подвести, к сожалению, из-за моего заложенного носа, возможно, я не все рассказал, как хотел, но итог подведем. Нельзя забывать, что вы часть бизнеса. Вы его единица как финансовая, так и кадровая и куча других различных вариаций. Вы его часть. Если вы вошли в этот бизнес, будь это ваша компания, ваша локальная команда, будь это какой-то стартап, удаленная работа, вы являетесь шестеренкой, которая должна приносить пользу. Мало кому интересен ваш код. Зачастую людям, которые занимаются финансами и продвижением всем остальным, мало интересно, насколько круто вы написали свой код. Их интересует то, насколько хорошо он будет работать и насколько он будет отрабатывать саму идею и, возможно, вложенные у него деньги. Опять-таки я никого не призываю забывать о том, что мы все успешные разработчики, мы все молодцы, и нужно следить за качеством кода. Этим должны заниматься тех лиды, тех территорий и все остальное. Это немножко о другом сейчас. Опять-таки на вас возлагают ожидания. И их нужно оправдывать. Здесь отмазка не получится, типа того, что это не мы не справились, а вы слишком много ожидали. Когда вы приходите в бизнес, в любой, наверное, глупо называть это все бизнесом, но в основном приходите в какую-то команду, у вас всегда есть какое-то некое входное интервью, какое-то собеседование, в результате которого оценивают ваш некий уровень в различных навыках, будь это софт-скиллы и хард-скиллы, какие-то коммуникативные другие там штуки, и вам дают некую оценку. И если вы с этой оценкой не справляетесь, то, соответственно, либо тот, кто вас собеседовал, идиот, либо вы как-то вот не складываетесь в этой команде. Поэтому с этим тоже нужно быть осторожней. Нужно помнить, что каждый чих стоит денег. Даже для многих женов непростительно, когда они что-то сильно порят, допустим, на продакшн-сервере, но каждый уважающийся разработчик должен понимать, что каждый чих стоит некую копейку. И чтобы эту копейку не платили вы своей карьерой, своими какими-то деньгами, неважно чем, нужно всегда это осознавать и понимать, какие последствия могут нести ваше решение. Опять-таки, нужно понимать, что чих не в ту сторону стоит всегда дороже. Поэтому чихайте в ту сторону. Вы никому неинтересны, если вы не приносите пользу бизнесу. Это, к сожалению, так. Никто не будет держать у себя человека, который получает, даже пускай там не самую большую зарплату, не сильно много просит, но если от него нет выхлопа, и компания не может получить с него какую-либо морожу, либо какие-то другие бенефиты, то его никто держать не будет. Об этом тоже нужно не забывать, поскольку это, наверное, самое основное правило любого бизнеса. И IT-бизнес не исключение. Как бы мы там сильно все не фанатели от нашего кода, от различных новых плюшек, от технических решений, нужно понимать, что все мы часть бизнеса. И если мы начинаем приносить убытки или перестанем приносить прибыль, нам там, скорее всего, будет не место. Поэтому приносите пользу своему бизнесу. У меня все. Есть вопросы? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Не получится, что то, что ты предлагаешь, это как-то произойдет в школу. Например, в колесе говорят, что ты говоришь, ты идешь с бизнесом, ты идешь через его голову. А потом, что ты лезешь? Есть я. Если что-то нужно делать через меня, у тебя есть весло, его в зубы и вперед. То есть, типа, куда ты лезешь? АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что обращается, это может быть на спиретах, как будто ты рвешься делать что-то через минуту, то есть, как бы доставляя самому анализу. Да, это отличный вопрос. Спасибо, Леш. Вот на самом деле, я, наверное, должен был уточнить, что все эти действия не нужно выполнять. В общем, они все рассчитаны на то, что они будут выполняться не совсем официально. То есть, это не сбор бюрократии по офису. Типа, мне нужны все финансовые отчеты за прошлый год. Бегом! То есть, это что-то вроде дружеской беседы, которая поможет составить картину в целом. Вот то, что я написал, пойти на уровень выше, опять-таки, это частный вид эскалации, который не всегда хороший для личностных отношений. Поэтому в этой ситуации действительно стоит задуматься, стоит ли идти выше. Опять-таки, в разных компаниях это работает по-разному. Условно говоря, есть project manager, на котором может быть некий исполнительный директор, и как бы идти к нему, это по сути, это по сути, да, это прыжок через голову, и тогда могут возникнуть подобные ситуации. Если есть некий delivery manager, или может быть engagement manager, который условно будет немножко выше по иерархии, но у них немножко разные области знаний, то это будет выглядеть, как наоборот, более полная сводка. Ну, это я так думаю. То, с чем я сталкивался, это работало вот так. То есть, в принципе, никто не говорит, что нужно плевать на всех, открывать дверь с ноги в офис вице-президента и кричать, мне нужна сводка. То есть, как бы, как-то вот так. Еще вопросы? Тогда у меня все. Спасибо большое.